Здравствуйте, дорогие любители ММА! Сегодня у нас UFC 258, который пройдет 13 февраля в Лас-Вегасе, Невада, Соединенные Штаты Америки. Теперь у нас будет женский бой Мэйси Барбер против Аликс Играссо. Со-главное событие. Удивительно, как высоко их поставили, да? Мэйси Барбер по кличке Фьюча, 8-1, профессиональный рекорд, 22 года, 165 сантиметров рост, 22 года, вдумайтесь. 165 сантиметров рост. Крайний свой поединок она проиграла. Роксан Модафери решением, при том, что у той 23-16, профессиональный рекорд. Джиллиан Робертс она выигрывала нокаутом в 2019 году, Джей Джей Олдридж выигрывала нокаутом во втором раунде. В 2019 году, в 2018 году, Ханус Сайферс победила нокаутом, гранд-д-паунт во втором раунде. И попала в UFC через Дан Вайт Котт Недер Серия, где нокаутом, гранд-д-паунт, в третьем раунде победила Джейми Котт. Колин, также выступал раньше в Элфа. Неплохой бонобоец, конечно. Аликсаграсо, милашка, 12-3, профессиональный рекорд, 27 лет, 165 сантиметров рост. В принципе, по антропометрии разницы нет. В возрасте разница все-таки у Аликса Грасса по-старше, по-опытнее. Но, насколько я помню, бои Аликса Грасса, она не очень любит тех, кто прет, прям как танк. Да, а такой является как раз-таки Мэйси Барбер. Знаете, женские бои, конечно, смысла даже почти нет. Так смотреть надо просто помнить и чувствовать, да. И все равно ошибаешься. Ну, ладно, смотрим. Вот Аликса Грасса в последнем своем поединке, она выиграла Джи Йон Ким решением. То есть 9-2-2 был профессиональный рекорд. Карлу Эспарзе на большинством решений судей проиграла. Но это Карла Эспарза. Великая и ужасная, с рекордом 14-6. Карлину Ковалькевич, она побеждала решение. Тоже любитель работать на очки, все-таки Татьяна Суарес. Ранду Маркос, она побеждала раздельным решением. Татьяна Суарес, понятное дело, проиграла реверный кичок в первом раунде. Фелис Херик проигрывала решение. Насколько я помню, бой, вот, по крайней мере, с Рандой Маркос, там бой, по-моему, все в стойке-в стойке был. Ну, это я могу тоже ошибаться, очень давно было. В 2017 году, зачем я это вообще смотрю? Ну и, короче говоря, любит работать больше, по-моему, Алексей Грасса в стойке. Насколько я помню, а в стойке Мэйси Барбер сильнее, поэтому Мэйси Барбер, вот и все. Давайте смотрим кефициенты. 2.06 против 1.8. 2.06 на Мэйси Барбер. Вот советую, не знаю, пройдет, нет, я поставил. На этом все, пока.